Вот это нейросеть. Она подключена к телеграм-боту, и сейчас она сгенерирует нам идеи для нашей игры. Сейчас вы узнаете, как может выглядеть игра, придуманная нейросетью. Заходим в бота и нажимаем на кнопку, которую я привязал. Итак, первая идея. Единственное, что является постоянным, это ваш меч. С пожилым Эллом мы пытались придумать, что с этим сделать. Если что, он художник, с которым мы делали и прошлую мою игру. Мы думали, думали, как реализовать эту идею, но решили сгенерировать еще, чтобы сложить их все вместе. Нажимаем на кнопку дальше. Получилась вот такая идея. Ненасильственные методы борьбы с врагами, не убивая их. А вот это уже интересно. Ну и немного странно. Так сказать, есть меч, но убивать никого нельзя. И третье, что сгенерировал наш бот, это... Ла-ла, ведьмы говорят вам, что они хотят научить вас, как использовать свою силу. На данный момент им не хватает ведьмы в одной из деревень поблизости, поэтому они хотят научить вас, как использовать свою силу. Они объясняют, что использовали дух леса, чтобы доправлять вас, и что вы действительно ведьма, чего персонаж игрока не сдал и или отказывается верить. Фух, реально большое сообщение. Что мы поняли из этого? Персонаж, колдун или ведьма. У него есть меч, и он не должен переменять к врагам насилие. Но не хватило, наверное, какой-то маленькой детальки, поэтому бот написал. Просто глупая идея для игры, в которой вы буквально наблюдаете за высыханием краски. А пока Эл начал скетчить графику для этой игры, я расскажу вам, как работает наша нейросеть. А именно, на основе цепи Маркова. Она обучается на тексте, который ей надо прочитать. И потом на его основе будет составлять свои предложения. Своего бота я обучал на собрадите Game Ideas. Там много интересных идей для игр. Но в итоге, бот их перековеркал и сделал своё. По идее, он должен генерировать одно предложение. Но иногда он может перестараться и переслать тонны текста. Разумеется, иногда он создаёт просто какую-то неразбериху. Вроде... Дочь Султана была дочь Султана, была дочь Султана, есть дочь Султана, дочь Султана, дочь Султана. Я сейчас не утрирую. Он реально иногда такое генерирует. Такие идеи мы просто игнорируем. А Эл уже закончил скетчить первый уровень. Сначала он разукрасил его в обычных цветах. Но позже мы решили попробовать сделать его мрачным. И мне кажется, вышло неплохо. Пишите в комментариях, как вы считаете. Потому что бот написал, буквально наблюдаете за высыханием краски. Здесь находится стена с краской, которая будет постепенно высыхать с каждым новым уровнем. И Эл нарисовал мага. И прогресс скетча получился из вот такого в вот такого. Кстати, такая двухцветная графика выглядит очень даже круто. Надо будет попробовать когда-то сделать игру с такой скетчевой графикой. Эл показал мне нужные анимации. И я сделал их в Юнити. Мне кажется, что в этот раз выглядит довольно неплохо. Кстати, я добавил вот такой 2D-шный свет от персонажа и фонаря. Что придаёт объёма локации. Для начала я сделал управление под компьютер для теста. И посох поворачивается по направлению к мышке. С этим произошёл странный баг. В результате чего игрок мог засунуть посох себе в подмышку. Но у нас не такая игра, где можно делать что угодно. От фермерства до тыканья посохом в мирных жителей. А если вам так хочется поиграть в игру, в которой можно заниматься любым делом, то я могу вам одну посоветовать. А именно Аркейдж. Это уникальная MMORPG с обновлённой графикой. Где можно воплотить любые свои мечты. И такой вопрос. Почему именно она? Потому что в ней вышло новое крупное обновление. И она стала даже ещё круче. Во-первых, добавлен класс Стрелок. И теперь вы можете попробовать себя в битве в дистанции. Во-вторых, добавлена новая локация Ифнир. Это живописная локация, покрытая густыми лесами, в которой присутствуют события обороны Ифнира. Защитите эту локацию от монстров и нечисти. А ещё добавили систему улучшения ячей для экипировки. Что является довольно прикольным вариантом прокачки. А если будете выполнять несложные ежедневные задания, то получите щедрые бонусы. И у вас есть шанс получить стильный глайдер и титул главный герой. Скорее переходите по ссылке в описании. Вас ждут новые подарки. Скачивайте её на компьютер совершенно бесплатно. И наслаждайтесь крутым геймплеем. В сообществе я спросил, хорошее ли управление в моей последней игре. И большинство проголосовало за «да». Так что в этой игре мы тоже ставили такой джойстик. Только позже сделали его полупрозрачным. А в чём будет суть игры? Всё же непонятно. С кем будет сражаться игрок? И это тоже придумал наш бот вот таким сообщением. Одни и те же люди продолжают появляться на разных уровнях. И вам нужно искать еду и сражаться с другими людьми. Искать еду. Поэтому игрок у нас голодный мужичок, который сражается с другими людьми за еду. Первый противник вот такой голодный бомж. Дальше планируем сделать таких врагов. Толстый, худой и малыш на катке. Сначала у меня по приколу получился вот такой странный человек. А итоговый вариант вышел вот таким. И такой вопрос. Как мы сделаем атаку, если мы не должны вредить врагам? Это снова решил бот сообщением. Ярким примером по этапной механике движения является игра «Камень, ножницы, бумага». Короткие матчи, ничто иное, как открытая площадка для жадности и оппортунизма. Конечно, с площадкой для жадности и оппортунизма бот загнул. Однако, это забавная идея. Камень, ножницы, бумага, как атака в игре. Когда мы попадаем во врага заклинанием, то открывается меню игры в «Камень, ножницы, бумага». Но была такая проблема, что победа или проигрыш были практически полный брат-добл. Поэтому один враг может выкинуть только два отдельных предмета, которые зависят от типа врага. И я почему-то захотел сделать поле битвы, чтобы не был моментальный проигрыш или победа. Я скинул свой мини-скетч Элу, но у него не очень получилось нарисовать руки. Поэтому вместо рук мы на этом поле сделали предметы. И я анимировал их в Юнити. Вообще, в этой игре получились прикольные анимации. Только анимации битвы «Камень, ножницы, бумаги» уже в десятки раз лучше, чем я бы сделал в моих прошлых играх. Мы решили попробовать новый шрифт в игре. Если кому интересно, это RF Краублер. А до этого использовали Марвин. Наш враг просто стоит на месте после битвы. Ну, по идее, сожалеет об утрате своей еды, если он проиграл или радуется при выигрыше. Кстати, о еде. Она находится в правом верхнем углу. И её можно отобрать у врагов. Сейчас она является главной валютой в игре. Да и вещью, за которую надо бороться. Это основывается на идее нашего бота. Вы получаете деньги за квесты. Но они уменьшаются в зависимости от врага, с которым игрок должен столкнуться. Потом мы пробовали сделать процедурную генерацию. Но Эл сказал, что делать её будет долго. Так что лучше сделать отдельные уровни, как мы и планировали. Щёлк ещё раз по боту, и он выдал. Интроверты – это ваш меч. Забавно. Поэтому мы сделали меч в виде интроверта на второй карте. Мы продолжаем работать вместе с пожилым Элом. Не забудьте посетить его канал по ссылке в описании. А пока мы делаем второй уровень. Как вам такой забавный проект? Стоит ли его продолжать? Если вам он понравится, сделаем вторую часть. Пока что скачать игру нельзя. И она находится в стадии разработки. Как итог, у нас 8 сгенерированных нейросетью идей, с которыми мы создаём игру. Их я озвучил вам раньше в видео. На самом деле, нейросеть может выдать немало прикольных идей. Пишите в комментариях, если хотите увидеть ещё. А с вами был Розадескер. До следующих роликов.